Сегодня 14 апреля 2020 года. В нашей стране пошла третья неделя самоизоляции. По Москве и Московской области и вовсе с 15 числа вводят пропускную систему. Теперь для того, чтобы отправиться куда-то на автомобиль, нужно сперва получить пропуск. По всех этих новостях вы в курсе. Темы пандемии мы сегодня касаться не будем, но тема пандемии сегодня послужила для записи этого видеоролика. Я скажу вам честно, что я один из тех людей, кто всегда топил за жизнь в городе, за жизнь в квартирах. Я всегда наслаждался жизнью в Москве и говорил, как же здорово там находиться. Инфраструктура, метро, шаговая доступность, кафешки, работы, деньги, все есть, можно существовать. И вот казалось бы, такого в нашей стране ранее никогда не происходило, но на нашем веке, на нашей жизни. И вот на тебе, мы все оказались в заперти дома. И сейчас все люди, кто проживают в квартирах, особенно в небольших квартирах, просто сходят с ума. Я же несколько лет назад брал кредит на покупку вот этого дома. Это наш родительский дом. И я вас, друзья, в этом сюжете приглашаю к себе в гости. Присаживайтесь поудобнее, ролик будет интересный, ролик будет с цифрами, все как вы любите. Мы начинаем прямо сейчас, пойдемте. Итак, как в той самой песне «Приходите в мой дом, мои двери открыты». Друзья, мы начнем с вами самого главного вопроса. Откуда деньги? Потому что всегда это их всех интересует. Посмотрят, скажут, наворовал, еще что-то. Рассказываю по порядку про мою семью. В 99-м году мой отец уволился из Вооруженных сил Российской Федерации. Он перестал быть военным и два года работал в частной фирме, наемным обычным менеджером. Пока он был военным, моя мама работала в военном городке продавцом. В 2001 году он открывает свою фирму. Это была типография. Впоследствии мы также начали заниматься наружной рекламой, где начала работать моя мама. И вот на протяжении практически уже 20 лет они ведут свое частное дело. Где и я принимал участие с 13 лет. То есть с 13 лет каждое лето я отправлялся на работу к родителям. Никогда не было у меня возможности все лето проваляться, кататься на велосипеде. Уже с детства меня, по сути, приучали работать. Чему я, собственно, бесконечно рад. После окончания университета я точно так же продолжал дело родителей. Работал, занимался. Потом, в силу того, что в нашей стране с каждым годом становится все только хуже, это я могу прям отдельный видеосюжет про это записать, я ушел в свободное плавание. В частности, начал заниматься ютубом, начал заниматься подбором автомобилей. Собственно, так деньги и начал дополнительно зарабатывать сам полностью. В 2017 году мы еще проживали в трехкомнатной квартире. Эта квартира вот здесь, в городе Кашира. Мы ее продали за 3 миллиона 350 тысяч рублей. Про это я снимал отдельный сюжет. Я показывал вот этот дом, точно такой же, соседский. Они одинаковые, типовые были. Как он выглядел? Я оставлю ссылочку в описании, вы прям сможете зайти, посмотреть, по дому походить. И сегодня мы вам частично покажем. Но сама суть того, что есть развернутый сюжет. Мы, продавая квартиру, договорились с продавцом так, что мы еще могли пожить не три месяца. И, соответственно, продав квартиру, получив деньги, но квартира уже не наша, мы тут же покупаем этот дом и в течение трех месяцев делаем ремонт и переезжаем сюда. А теперь давайте я вам в цифрах расскажу, по чем дом, во сколько он обошелся, сколько нужно было потратить денег на ремонт. Что мы с вами видим? Двухэтажный дом, который изначально был площадью 180 квадратов. Почему изначально? Вот в этом месте вы можете заметить то, что отличается кирпич. Здесь изначально должен был быть гараж. То есть ничего здесь не было, никакого окна. Здесь нужно было доставить только лишь ворота. И можно было бы загонять сюда машину. Мы решили, что нам этот гараж не нужен в силу того, что он был очень сильно узок. То есть заехав в него, полноценно, спокойно выйти из машины было невозможно. И мы решили его переделать. Внутри дома мы сломали стену, достроили здесь стену, поставили окошки. И у нас получилось так, что тут сейчас находится котельная. То есть все, что связано с отоплением дома, находится здесь. Также, видите, вот труба выходит. Вот здесь, получается, должен был бы закончиться этот гараж. То есть заехал, машину поставил, вышел, пошел дальше. Мы же сделали дополнительную пристройку. Вот она идет. Здесь у нас находится ванная, здесь у нас находится сушильня. Тем самым мы увеличили площадь дома. И таким образом сейчас наш дом составляет порядка 200 квадратных метров. Сам дом расположен на земельном участке в 12 соток. Что мы получаем, покупая этот дом? Здесь сразу были подведены все коммуникации. Что очень важно, здесь уже был подведен газ, центральное водоснабжение, центральное канализация и электричество. То бишь, покупая дом, здесь уже были все коммуникации, необходимые для жизни. Что было важно для нас? Это, конечно же, территориально. В силу того, что мы проживали в городе Кашира, мы и переехали в город Кашира. То есть из многоквартирного дома мы переехали в частный сектор. Сейчас я вам показываю кадры с коптера. Вы видите то, что вокруг нас частные дома находятся. Но при этом мы не проживаем условно в деревне. То есть мы находимся в городе, пусть это и провинциальный город, но работа наша, непосредственно наше производство наружной рекламе находится в 500 метрах от нашего дома. То есть на работу можно, по сути, ходить пешком. Что мы, собственно, иногда в теплое время суток-то и делали. А сам дом находится в довольно-таки интересном месте, потому что это, как бы, получается, такая тупиковая зона. Дальше построиться невозможно, потому что здесь идут овраги. То есть рядом с нами уже никто пристроиться не сможет. У нас есть, по сути, несколько соседей, а в частности семь. Один, второй дом, третий. В общем, все друг друга знаем, все мы между собой общаемся. Возникает вопрос, сколько же обошелся этот дом? Вот эти дома были построены специально на продажу еще в 2012 году. И знаете, что в 2012 году я закончил университет, а мои родители мечтают о покупке дома с того момента, как им исполнилось по 35 лет. Мы приезжали сюда, смотрели эти дома еще в 2012 году. И тогда их предлагали по цене 8,5 миллионов рублей. То есть это, по сути, новостройка. Заезжай, а дальше делай все сам. Спустя годы мы вернулись сюда обратно. Я это случайно нашел на Авито. И выяснилось то, что два дома продавались по цене. Один, 4 миллиона 600 тысяч рублей. И второй, вот этот дом в частности, 5 миллионов 500 тысяч рублей. В чем же разница, спросишь ты? А разница была в том, что в этом доме уже была везде проведена проводка. Сделано это было все грамотно. Уже все проштробили, все вывели. И также по отделке внутри дома было гораздо больше сделано работ, нежели чем в другом доме. Таким образом, выбор пал на этот дом. Опять же, важный момент был на тот момент, что у этого дома все документы были готовы к продаже. Можно было одним днем выходить на сделку, что, собственно, мы и сделали. И наверняка кто-то из вас скажет, слушай, ну так-то звучит неплохо. 5,5 миллионов. Новый дом, двухэтажный. Большая территория, уютное, в принципе, место. Нужно все смотреть вживую. Кадры, скупторы, мне тяжело вам передать виды, которые открываются. Но в целом, место хорошее, нас оно устроило полностью. Касаемо инфраструктуры. Рядом есть электрички, можно сесть на автомобиль, когда у тебя возле дома всегда есть парковочное место, даже 5. И ты можешь отправиться в Москву. До Москвы ехать 1 час. Многие люди писали о том, что ну час туда, час обратно, час по Москве. Столько времени тратить на поездку в Москву. Опять же, подчеркну сюда важный момент, что это если ты каждый день ездишь на работу в Москву. Мои родители в Москву не ездят вообще. Я же лично проживаю в Москве и сюда к ним чаще приезжаю на выходные. То есть для меня это последние 2,5 года дома было серии приехать, шашлычки пожарить пару дней, уехать обратно. Только сейчас из-за пандемии я здесь нахожусь уже третью неделю. И знаете что? Я дико рад. Я просто сейчас вникаю и понимаю одно, что сейчас бы я сидел бы у себя в Москве в квартирке, в однокомнатной 30 квадратов сходил бы с ума. Здесь мы каждый день гуляем, но до этого мы дойдем чуть позже. Возникает второй вопрос. Ну хорошо, вы купили дом. Сколько нужно денег дополнительно, чтобы в него вложиться, чтобы в него можно было заехать? Я с вами всегда был честен, поэтому сейчас я вам детально все рассказываю. Продав квартиру, у моих родителей были накопления порядка 1 миллиона рублей. У меня было около 600 тысяч рублей накопления. То есть мы собрали по сусекам, собрали всю сумму, купили дом. Но для того, чтобы жить в нем, денег было 0 рублей, 0,0 копеек. И соответственно мы отправились в банки, начали брать кредиты. Я взял миллион рублей на себя, оформил миллион рублей на свою жену. Мама взяла миллион рублей и папа взял 500 тысяч рублей. То есть 3,5 миллиона рублей мы сразу взяли в банки для того, чтобы начать делать движение по дому. Подчеркну, очень важный момент, что можно было бы вложиться гораздо меньше, потому что подход к дому это все индивидуально. Каждый делает по-разному. Что же сделали мы? 1 миллион рублей у нас сразу ушел на отопление. В эти деньги вошло. Вот несмотря на то, что труба стоит возле дома, проекты подвести все это официально, завести в дом 150 тысяч рублей. Плюс газовый котел. У нас стоит итальянский, в силу того, что итальянцы в плане газа, вообще передовые технологии, все делают круто. И мы, интересная особенность этого дома, положили везде теплый пол. То есть в доме нет ни одной батареи. И в том числе вся вот эта брусчатка, которую вы видите. На момент заезда в дом здесь не было ничего. Здесь был вот такой вот ландшафт, то есть нужно было все приводить в порядок. Все было насыпано, выровнено, положена брусчатка. Она тоже ждет с подогревом. На все это дело ушло 1 миллион рублей. Кто-то скажет, что это очень дорого, вы могли заплатить дешевле. Кто-то скажет, что это еще легко отделались, могли отдать больше. Факт в том, что мы сейчас на отоплении не жалуемся вообще. Вот третья зима в этом году будет, как мы здесь живем. Дом ни разу не было дискомфорта зимой, что там как-то жарко дома или холодно. Всегда ровная температура. Повсюду стоят датчики. То есть когда становится на улице холоднее, в доме становится теплее. На улице становится теплее, в доме становится прохладнее. То есть ты действительно живешь с комфортом и ходишь босиком, никогда не напрягаешься. Опять же в зимнее время, когда там какая-то налей, там выпал снег или дождь прошел. Нажимаешь на кнопочку, в течение дня здесь становится просто-напросто сухо. Ну мы посчитали, что так комфортно. Дом хотели мои родители, соответственно, хотели, получили, делают. Далее. Те же самые деньги, которые ушли на перестройку гаража, на достройку ванной. В доме мы положили по полу везде плитку, поклеили обои, то есть выровняли, отштукатурили местами стены. То есть подготовили потолок, гипсокартон, свет. В общем, на все это дело ушло еще порядка двух миллионов рублей. То есть мы отдали три миллиона рублей для того, чтобы внешний вид стал с брусчаткой. Пандус небольшой, естественно, временный пристроили. Для того, чтобы в дом можно было зайти. Далее можно было бы отдавать еще больше денег, потому что стоит второй, уже третий вопрос о мебели. Мы купили частично дешевую мебель на кухню. Часть мебели мы перевезли из дома, там диваны, кровати. Но в этом доме уже можно было жить. Таким образом, за три месяца мы подготовили полный ремонт, что заходишь в дом, все, ты находишься в доме. Тепло, кухня есть, можно готовить, ванна работает, все работает, то есть живи, наслаждайся. Таким образом, мы считаем, пять с половиной миллионов плюс три миллиона восемь пятьсот мы отдаем за то, чтобы начать жить в доме. Я вам скажу откровенно и честно, изначально, когда я подходил к записи этого сюжета, я очень сильно переживал, потому что думал, ну блин, сейчас такое время, что многих людей я просто разозлю этим сюжетом. Ведь показывать в условиях пандемии, когда многие сейчас задумаются о том, как дальше жить, дом. Но, друзья, поймите правильно, в первую очередь, я вас хочу немножко отвлечь от этой коронавирусной инфекции, а во второй момент, мы на все это дело зарабатывали честным трудом. То есть у меня отец там не какой-то чиновник, чтобы он там где-то воровал денег, мама у меня тоже не какой-то чиновник, я простой человек. Мы трудимся, мы зарабатываем, любой из вас может купить себе альтернативный дом. Может быть не такой, как этот, поменьше, но поймите, любой из вас может продать вашу квартирку, взять небольшой кредит на покупку жилья и начать строиться. Вопрос только лишь к вам. Вы, естественно, можете сказать то, что вот ты советуешь, да ты знаешь то, что это все уйдут деньги. Не хотите, не делайте. Сам факт того, что вы видите вокруг нас кучу домов и постоянно люди строятся каждый год, начиная строительный сезон. Не 200 квадратов, а 100 квадратов, естественно, будет дешевле. Не 12 соток, а 6 соток, естественно, будет дешевле. Мы находимся в 100 километрах от Москвы, здесь одна цена. Ближе к Москве совсем другая цена. Дальше от Москвы там за 200 км еще дешевле будет. Поэтому смотрите сами, анализируйте. Сейчас у вас куча свободного времени как раз-таки для того, чтобы изучить вопрос недвижимости в вашем регионе, посмотреть, посчитать, побить по калькулятору. Но, естественно, будем с вами надеяться на то, что все мы переживем и в дальнейшем у нас будет снова работа и возможность зарабатывать денежки и улучшать свои жилищные условия. Важный вопрос содержания дома. Сколько мы платим за коммунальные услуги? И вот я вам расскажу такую интересную историю. Проживая в квартире площадью 69 квадратных метров, мы за нее в месяц платили примерно 8,5-9 тысяч рублей. Это вот за все коммунальные услуги. Проживая в доме, мы за него в зимнее время, когда идет отопление, мы платим 8,5 тысяч рублей также за все. В летнее время мы платим за дом примерно 3,5-5 тысяч рублей. Опять же, важный момент, то, что рядом есть парковочные места, ты всегда приезжаешь. Это действительно важно в силу того, что проживая в квартире, ты приезжаешь вечером, найти парковочное место не всем удается. Сюда же добавлю, проживая в квартире в Москве, у меня там площадь 30 квадратных метров. За квартиру я плачу коммунальные услуги порядка 4 тысяч рублей. Сюда же добавляется 500 рублей за интернет, 200 рублей за консьержа, 200 рублей за шлагбаум на въезд дома. В общем, 5 тысяч рублей я отдаю за проживание в квартире. И важный момент, это налог на дом. За прошедший год он составил 6 тысяч рублей. Напомню, что если бы дом был до 50 квадратных метров, то налог бы на него не распространялся. Все, что вы видите в кадре, все как есть, я от вас ничего не прячу. То есть, например, дверь подрали, собаки у нас есть. Одно окно у нас заколочено пластиком, это тоже от собак, потому что одна еще маленькая, она растет. Это два алабая, вот этого зовут Назар. Я его в инстаграме нашего канала назвал прокурор, и многим показалось, что так даже лучше. А это девочка Лейла. Они на самом деле из двух разных помесей, от двух разных родителей. Но я так подозреваю, что они стали муж и жена. И я думаю, этим летом, может быть по осенью, а вот эта дамочка нам принесет кутят, которых мы оставим. Мы, может быть, двух продадим, но одного оставим точно, чтобы у нас здесь была полноценная семья. Муж, жена и одна собака. Собаки очень ласковые, вы сами видите. То есть, они любят пообниматься. Но при этом, когда наступает вечер, они охраняют территорию по полной программе. И вот казалось бы, да, я вышел в белой куртке к собакам. Ну, о чем я только мог подумать. На, давай уже пачкай, да, полной программы. Суть в следующем. Собак очень любим, родители очень любят. И поэтому это два домашних питомца, два домашних любимца. Но, опять же, они являются нашими главными сторожами. Понятное дело, по периметру камеры, сигнализация стоят. Это все ясно, но вот охраняют здесь они. Какие плюсы, да, ну явные жизни в доме? Подчеркну, что раньше для меня это была некая такая дача, приехать там пару раз в месяц в шашлыки пожарить. Сейчас же я здесь живу третью, ты уже можешь сказать даже четвертую неделю. Что я вижу? Когда все сейчас изолированы, все закрыты, я захожу в интернет, читаю ваши комментарии, понимаю, что тяжело находиться в четырех стенах на такое длительное время. Особенно, когда сейчас уже вводят пропускной режим, что из дома даже вообще выйти нельзя. И не надо выходить, зараза кругом гуляет. Здесь я выхожу по сути рядом, тут два, три, четыре соседа общался, никого рядом нет. Ты выходишь, у тебя чистый воздух, хороший вид, ты наслаждаешься, ты можешь сесть. Обычно мы здесь ставим столики летом, пьем чай, кофе. Это все здорово, но я здесь точно так же работаю. Я занимаюсь роликами, я их снимаю, вы видите, я размещаю рекламу, у меня здесь есть рабочее место. Вот я вам его хочу показать, пойдемте. Итак, мы с вами находимся в доме, поднимаемся на второй этаж. Обращаю ваше внимание, вот по такому принципу у нас лежит плитка, окрашены стены, дерево, обычные шторки. То есть никаких изысков в доме вы не наблюдаете, потому что мы живем действительно скромно. То есть нет никаких там дорогих картин, какой-то расписной мебели. Здесь по сути нет вообще ничего. И свое рабочее место я точно так же делал своими руками. Отмечу важный и очень интересный момент, что лестница вот эта полностью бетонная. Это очень круто. Я был в домах у друзей, где, например, деревянная лестница, когда ты поднимаешься на второй этаж, она со временем скрипеть начинает. Каждое твое наступление на лестницу, шум по всему дому идет. Есть железные лестницы, тоже не совсем удобно. Здесь же вот очень даже неплохо получается. Проходи, пишем одним дублем, все вам показываем, как есть. Друзья, в первую очередь, смотрите, стол. Здесь до этого не было ничего, просто обычно свободное место. Мне захотелось сделать себе рабочее место возле окошка, для того, чтобы я мог сидеть. В окно смотреть. Вот этот стол я изначально хотел заказать в магазине где-нибудь, в интернете купить. В силу того, что хотелось деревянный стол. Ничего найти было невозможно, поэтому пришлось его сделать самому. Закупил дерево. Здесь у нас идет береза, дальше у нас идет сосна. Мы съездили на пилораму, я подкупил, все мясо на работе, есть производство. То есть все собрал сам. Точно так же здесь поставил себе подсветку. То есть вечернее время можно выбрать, все это убрал, сделал. Таким образом у меня получилось вот такое рабочее место. В силу того, что я понимал, что ситуация фиговая, а я всю жизнь мечтал о таком компьютере. Вот вы не поверите. Лет, наверное, с 19 я просто смотрел на эти iMac и просто думал, ну когда же я себе его куплю. Я много работал. Я купил его себе исключительно для работы. Это iMac 27 дюймов. Клавиатура. Заказал себе наушнички. Все. Вот здесь я нахожусь, сижу, читаю ваши комментарии, отвечаю вам, пишу, снимаю видеоролики. И когда кончится самоизоляция, я надеюсь, буду сюда также приезжать, заниматься поисками автомобилей. Потому что пока что работали салоны, у меня была возможность здесь зарабатывать. Я искал машину, помогал людям. В общем, свою копеечку себе кое-как добывал. Игровое кресло. Я его купил за 10 тысяч рублей в силу того, что оно действительно удобно. Когда настраиваешь его под себя, садишься, можно дольше проводить времени за компьютером. Не затекает спина. Ну действительно классно. Единственный минус у него то, что это вот гуляют ручки. Но это сделано специально, но это не совсем удобно. Вот это моя собака, которая хочет с вами поздоровиться. Его зовут Джонни. Это наш любимчик, наш пес. Да-да, кто там? Заходите. Здесь наша комната, она уже попадала в кадр, когда я рекламировал один из матрасов, на котором сплю. Он и сейчас лежит, кстати, очень крутой матрас. За эту рекламу вообще не стыдно. Вот вам, пожалуйста, комната. Все довольно-таки скромно. Ковер, кровать, больше ничего нет. Все, что вы сейчас видите, моделируйте под себя. Что-то вам может нравиться, что-то не нравится. Возможно бы вы что-то переделали. Я вам показываю, как мы живем на данный момент. Здесь у нас находится мангал. Знаете, это камень предоткновения. Потому что в новостях, помните, да, было так, что мы, в частности, в Москве, люди в первую неделю самоизоляции поперлись первым делом в парк. Начали массовые скопления. Начали жарить шашлыки. И, кстати, из-за этих людей как раз-таки многое что изменилось. Мангальчик стоит. Каждый день что-то конем готовлю. То сосисочку пожарю, то кусочек мяса, то картофель запекаю. Здесь у нас, видите, как интересно сделано место, на котором можно колоть дрова. Батя придумал такую технологию для того, чтобы как ты рубишь, чтобы в разные стороны не разлетались, собственно, сами дрова. Здесь коптильня здоровая стоит, просто тяжеленная, неимоверная. Мне она досталась там в подарок. А вот здесь есть ворота. Собственно, здесь можно в дальнейшем поставить гараж, о чем мы и думаем. То есть хотели выразить здесь погреб большой и поставить гараж. В погребе как раз-таки хранить ту же самую морковку, картошку. То есть либо вырастить самостоятельно, чем мы в этом году будем заниматься, либо там условно закупился, завез ее все сюда. Все, ты находишься автономно. Это очень важно, потому что сейчас по нашей стране многие люди начинают сходить с ума и переживают. А что же будет дальше? А если эта самоизоляция продлится дальше? Как мы будем жить? Ведь государство нам никак не помогает и никак помогать не будет. И вот именно жизнь в частном доме вас от этого всего может в дальнейшем на будущем спасти. Мы сейчас будем заводить уже кур. Мы будем сейчас сажать картошку, морковку. То есть в этом сезоне у нас будут все продукты питания для себя. Это важно, друзья, вы поймите, что ты сейчас, когда проживаешь в городе, там что получается? Все круто, когда все хорошо. Как только что-то случилось не так, все, ты получается взаперти, ты начинаешь сходить с ума. Опять же, ты привязан к деньгам, работать нельзя, платить за все надо, продукты покупать надо. А вы знаете, как денег очень много улетает на продукты. Я знаю прекрасно, что вы все люди взрослые. Я ни в коем случае не пытаюсь вам говорить, вот продавайте ваши квартиры, переезжайте в дома, вы решите сами. Но факт того, что я сейчас на себе ощущаю всю прелесть жизни в доме, это прям вообще очень круто. Опять же, дровишки заказали, подвезли нам дровишки, все, можно вон убирать березоньку, пошел топишь мангальчик. Вольер. Этот вольер действительно большой по размеру, но в силу того, что у нас две собаки, и мои родители очень сильно любят собак. То есть изначально мама сказала то, что собачкам нужно сделать хорошее жилье, да и в целом, вы не поверите, но мы здесь иногда, бывает, чай посидим, попьем, также общаемся с собаками, но любим действительно животных. И я думаю, вы узнаете, что у меня здесь своя студия. То есть как-то раз я поставил вот этот, скажем так, диван сюда, выставил на нем камеру, и получилась довольно-таки интересная картина, что уютный фон, можно сесть рассказывать, здесь две стены, нет ветра, ты в любое время можешь сесть и рассказывать интересные истории, полезные истории, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот это вот, я бы сказал, для меня сейчас, как рабочая студия. Мы скоро будем записывать ролик про банк, нашел интересный оббанк, про вклады. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Я действительно стараюсь делать интересные сюжеты, чтобы вы посмотрели, что-то полезное для себя вынесли. И вот здесь тема, которую я тоже хочу затронуть, это касаемо того, что в частном доме постоянно что-то нужно делать. Друзья, вот я вам приведу такой пример. Когда вы живете в квартире, там тоже постоянно нужно что-то делать, если у вас нет идеального ремонта. Сделать идеальный ремонт, когда вы приходите домой, только чай пьете, там живете, наслаждаетесь жизнью, это нужно отдать денег. То же самое здесь. Вложить сюда достаточное количество средств, чтобы здесь уже стояла баня, был хороший газон, в доме был идеальный ремонт, ну, с точки зрения там мебели, тогда тоже никаких вопросов не будет, ты живешь, наслаждаешься жизнью. Если вы покупаете вторичку, дом, которому уже там 20-30 лет, ну, конечно, там нужно будет за всем этим делом ухаживать. То есть изначально все это можно предугадать, предусмотреть. Есть люди, у которых прямые руки, они говорят, да мне без проблем, я что угодно буду делать. Есть люди, которые не хотят ничем заниматься, соответственно, просто мы с вами делимся на разные категории, вам нужно самим выбрать направление. Безусловно, когда дом находится на стадии благоустройства, достроек различных, вам всегда будет чем заниматься, и самое главное, вам всегда будет куда вкладывать денег. Вольер построить, это деньги, отмостку, по которой мы идем, сделать вокруг дома, это все деньги, шубу, это все деньги. Гараж построить, деньги, газон положить, деньги, баню построить, деньги. Но ты пойми правильно, то, что ты тратишь на улучшение своей жизни. Можно этого не покупать, можно было мне купить новую машину, я мог себе позволить там купить X5 в кредит, батя мог себе купить машину там какую-нибудь получше, посвежее тоже в кредит, ну, ничего, было бы. Мы бы ездили на машинах, но при этом продолжали бы жить в квартире, но это не то, понимаешь? А здесь ты тратишься, трудишься на то, чтобы улучшить свою жизнь. Поэтому имейте в виду, бейте по калькулятору, самое главное, понимайте, надо оно вам, не надо. Ну, а здесь, собственно, уже все выведено для банек. Эту баню мы построим не в ближайшее время, потому что на данный момент, как вы сами понимаете, непонятно, что будет происходить с экономикой, но хочется верить в лучшее, неохота, блин, даже представлять себе о том, что вполне возможно ближайшие там 2, 3, 4, 5 лет вообще будем сидеть солью посыпать. Здесь стоишь, знаешь, ну, как-то вот так спокойно, никого нету, никто тебя не напрягает. Первую неделю, когда я сюда приехал, поезды города, знаешь, ну, действительно, ну, невозможно сидеть без дела. Думаешь, блин, куда-то надо идти, куда-то надо ехать, потому что привыкаешь. К тому, что вся работа у тебя вне дома. А сейчас я наслаждаюсь здесь жизнью, ищу себе идеи для съемок видеороликов. Помаленечку работаю по дому. Вот обратите внимание, что наш участок разделен на две части, то есть здесь у нас идет забор, который тоже сделан добротно, вы обратите внимание только на фундамент, который по нему идет. Сделано это специально для того, что здесь у нас идет такая зеленая зона, зона отдыха, где находимся мы, и куда не должны приходить собаки. Что мы здесь имеем? Здесь как раз-таки у нас и получаются различные грядочки, которые мы сейчас доустанавливаем, потому что совсем скоро уже нужно будет начинать сажать. Некоторые вещи мы уже начали сажать, так, например, чесночок растет. Точно так же растут различные плодовые деревья. Все сделано очень интересно, особенно это будет круто, когда это все распустится. И обратите внимание, какое решение выбрали по ландшафту. Отмечу, что раньше здесь просто был овраг. Вот покажи, как вот у соседа сделано, то есть плюс-минус было подобное. То есть все, овраг, все сыпалось, мы же его, да, делали, да нарастили. И глядя на все это дело с коптера, вы скажете, слушай, блондин, да живешь ты в какой-то помойке, мусор, овраге, что это такое? Я с вами полностью соглашусь, потому что когда-то это было так. И самое удивительное, что мусор здесь скидывали как раз-таки жители некоторых домов. Но домов, которые вот подальше находятся, это были взрослые люди, которые с советских времен, казалось бы, как ты смеешь выносить мусор в овраг, выбрасывать его туда, тем не менее, вот такие люди бывают. Мы навели здесь порядок сами местами, сейчас мы это до сих пор продолжаем делать, пообщались с нашими соседями, все люди адекватные, мы скинулись, наняли рабочих, точно так же проводим с вами субботник. И в следующем ролике в каком-нибудь я вам даже покажу, что из этого всего получилось, потому что, ну реально, овраг вычистим до состояния идеального, чтобы было самим приятно смотреть. Ну и самое главное, забота о природе, друзья, начинается с самих нас. Не надо ждать, пока придет дядя Вова и начнет там с дядей Димы убирать там все граблями. Никогда такого не будет. Сами наведем порядок и будем жить в чистоте уже в мае месяце этого года. Таким образом мы приходим к нашей следующей зоне, где можно тоже наслаждаться, отдыхать, хорошей погодой. Здесь мы что сделали? Тоже залили бетон, установили специальные такие барные стоечки, на которых можно посидеть, попить чай, попить кофе, что-то покушать в хорошую погоду. Здесь стоит зонт. Вот эти столы деревянные мы покупали. Кстати, за основу своего стола я взял вот этот, потому что действительно садишься, он очень удобный. Вот такие вещи, например, обратите внимание, да, здесь растет кустик. Это было сделано из остатков материалов. То есть это свой дом, это стандартное явление. Здесь я занимаюсь спортом. У меня здесь есть гирьки, у меня здесь есть дополнительные гантельки. Пришел сюда утром, встал, качнулся, поприседал, становую тягу сделал. Понимаешь, я начал заниматься спортом. Я сейчас получаю удовольствие и я понимаю так, что к концу самоизоляции я буду чувствовать себя гораздо лучше. Сидя в Москве в квартире, я бы сейчас просто повесился. Ну ты вдумайся, 30 квадратных метров от меня студия. Прийти туда в обычный день, покушал, переночевал, ушел работать, замечательно, вопросов нет. Но просидеть там два месяца, вот это будет самое настоящее наказание. Итак, мы с вами пришли в финальную точку, где мы с вами подведем финальные расчеты и сделаем выводы. Давайте отталкиваться от того, что мы покупали дом за 5,5 миллионов рублей. Это было 180 квадратных метров. И это подчеркиваю новостройка. Все, кто посмотрит на квартиры в Московской области, в 20-30 километрах от Москвы, имейте в виду. Далее, вложились мы в этот дом для того, чтобы сюда заехать и полноценно жить 3 миллиона рублей. Это можно было сделать дешевле, это можно сделать гораздо дороже. Для того, чтобы мы здесь сейчас зажили полноценные серии, сделать все, что мы хотим, построить баню, построить гараж, сделать ландшафт, купить в дом мебель. Так, например, кухню. У нас обычная кухня за 20 тысяч рублей, подчеркиваю. Это просто, ну, вот, самое дешевое из Икеи. Чтобы все это сделать в нужном виде, да, в желаемом. Ну, это примерно 5 миллионов рублей. Да, это немало, но, опять же, объем работ тоже большой. Поставить хорошую баню, гараж. Вы сами должны понимать, что на сегодняшний день, особенно, когда цены растут, это все недешево. Ну, и, собственно, есть к чему стремиться, есть куда идти. Плюсы-минусы жизни от квартиры. Здесь объяснять не нужно, когда у тебя рядом есть работа, да, тут здесь вопросов никаких нет. Ты выходишь из дома, мои родители, например, не имеют желания куда-то гулять, хоть они вот здесь гуляют, наслаждаются жизнью. Они сходили на работу, съездили на рынок, магазины, домой, все. Им вот эти прогулки по паркам, по кафешкам, это нафиг не нужно. Я же, сидя сейчас здесь на самоизоляции, получаю действительно бешеное удовольствие, потому что понимаю, что у меня есть возможность заниматься. У меня есть возможность трудиться, там, моим хобби заниматься, да, и при этом еще маленько зарабатывать. Все есть. Вот, понимаете, сейчас пока что живу в удовольствии и понимаю одно, что все-таки свой дом, это действительно свой дом, это какая-то своя автономия, своя крепость. Сидя в квартире, ты заперт, еще не дай бог, если что-то случится там с канализацией, я про это поднимал тему, то, что это вообще, ты что, с ума сойдешь? Обязательно подпишитесь на канал, потому что в следующем ролике мы снимем о том, как получить земельный участок путем покупки его через аукцион. 12 соток можно купить примерно за 76 тысяч рублей в год. То есть, как это работает, как это все проходит, мы обязательно расскажем. Все в описании ссылочки на ролики подобного характера я оставляю, обязательно, знаете, посмотрите, если вам он понравился, наверняка вам другие сюжеты тоже понравятся. Всем, кто досмотрел до конца, я искренне признателен, высказывайте ваше мнение в комментарии, давайте ваши советы, что сделать, как сделать. Я знаю, что со стороны всегда виднее и лучше. Давайте будем изучать, будем прислушиваться к вашему мнению. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, мы продолжаем снимать, дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока.